Волк является одним из самых опасных хищников нашей планеты. В длину животное способно достигать 160 сантиметров, а в высоту 90. Масса среднего по размеру волка может доходить до 80 килограмм. По своему внешнему виду волк напоминает большую остроухую собаку. Лапы высокие и худые. Их вряд ли можно назвать массивными. Холка высоко посаженная, морда крупная, что и отличает этот род от койотов и собак. У волков хорошая способность к адаптации. Они могут преодолевать большие расстояния и при этом чувствовать себя как дома. Также эти хищники обладают прекрасным обонянием и острым слухом. Свою добычу могут чуять за 2-3 километра. Привет, гуглята! С вами профессор Гуглов. Сегодня вы узнаете, как устроена волчья стая. Несмотря на уничтожение зверей охотниками и уменьшение ареала их обитания вследствие деятельности людей, волков большей численности можно повстречать в Америке и Евразии. Волчьи стаи наносят не только значительный вред домашнему животноводству в расположенных недалеко от леса, деревнях и селах, но и представляют опасность для людей. И это, несмотря на то, что сами считаются объектом ловли. Однако эти хищники являются необходимым звеном в лесной экосистеме. В районах, где полностью истребили волков, среди диких животных наблюдалось увеличение числа инфекционных заболеваний, включая бешенство. Это создавало неблагоприятную эпидемическую обстановку. Существует около семи отдельных видов волков и еще 17 или около того разновидностей серого волка, в результате чего в общей сложности около 24 видов, которые можно найти по всему миру. Арктический полярный волк Полярный волк является одним из наиболее редких животных на нашей планете. Местом обитания полярного волка является Арктика. К условиям сурового арктического климата волк хорошо приспособлен. Выжить в условиях экстремальных температур ему помогает непропускающая ветер плотная и теплая шерсть. Волк обладает острым зрением и великолепным нюхом, которые незаменимы в охоте на малочисленную живность, населяющую эти суровые места. Скудные запасы биологического корма и трудности в добывании пищи приводят к тому, что волк поедает свою добычу целиком, не оставляя после трапезы ни шкуры, ни костей пойманных животных. Имея средний вес от 60 до 80 килограмм при росте до 80 сантиметров, полярный волк способен продержаться без пищи в случае неудачной охоты несколько недель, но потом может съесть за один прием до 10 килограммов мяса. Красный волк Красный волк – довольно крупный зверь с длиной тела 76-110 сантиметров, хвоста 45-50 сантиметров и массой 17-21 килограммов. В его облике сочетаются черты волка, лисицы и шакала. От обыкновенного волка отличается окраской, пушистой шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли. Характерно укороченная заостренная морда, Уши большие, стоячие, с закругленными вершинами, высоко посажены на голове. Красный волк распространен от Тяньшаня и Алтая на юг до оконечности Индостана, Индокитая и Малайского архипелага. Основная часть его ареала приходится на горно-лесные области Центральной и Южной Азии. Тасманский сумчатый волк Сумчатый волк – это ныне вымерший австралийский хищник. Один из крупнейших известных плотоядных сумчатых, развивавшийся около 4 миллионов лет. Последнее известное живое животное было поймано в 1933 году в Тасмании. Он также хорошо известен, как тасманский тигр. Нижняя часть спины была полосатой, как у тигра. Животное напоминало крупную короткошерстную собаку с жестким хвостом, который напомнил хвост кенгуру. Зрелая особь имела длину от 100 до 130 сантиметров, плюс хвост от 50 до 65. Вес варьировался от 20 до 30 килограммов. Гривистый волк Это очень интересная особь, которая относится к семейству псовых. Он обладает очень необычной внешностью, которая больше напоминает лесу, нежели волка. Гривистый волк родом из Южной Америки. Он обитает в кустарниковых и травянистых равнинах, а также на окраинах болот. Не встречается он в горах. Обитает в местностях, населенных мелкими грызунами и мелкими животными, на которых волк охотится и так кормит себя и свое потомство. Длина тела около 120 сантиметров, хвост около 28-32 сантиметров. Вес данного зверя достигает около 22 килограмм. Живут гривистые волки обычно около 13-15 лет. Максимальный возраст около 17. Мелвельский островной волк Мелвельский островной волк, или волк арктический, приспособлен к существованию в суровых условиях Арктики. Он способен переносить лютые зимы, когда температура воздуха понижается до минус 50 градусов по Цельсию. В местах его обитания очень бедная кормовая база, а с 10 попыток охоты только одна заканчивается удачно. Поэтому хищник практически полностью съедает свою жертву вместе с кожей, шерстью и костьми. Животное является подвидом серого волка и одним из самых крупных представителей семейства псовых. В отличие от своих континентальных собратьев, живущих в более благоприятных условиях, оно имеет более тесные социальные связи в стае и отличается большей готовностью прийти на помощь своему товарищу. Японский волк Японский волк или шаману – один из двух вымерших подвидов обыкновенного волка, обитавших на островах Японии. Японский волк считается самым миниатюрным из подвидов волка. Взрослая особь имела длину тела в 90 сантиметров и рост в 30. Их тела заметно отличались от привычного нам образа волка. Эти волки имели маленькую голову с длинной мордой. Зубы больше походили не на волчьи, а на те, которыми обладают собаки, шакалы и койоты. Японские волки часто охотились на весьма крупных животных, включая кабанов и оленей. Не брезговали они и охотой на мелких грузунов, и даже домашних крыс. Ньюфаундлендский волк Ньюфаундлендский волк официально исчез в 1911 году. Ареал распространения захватывал остров Ньюфаундленд и восточный берег Канады. По описаниям, это был крупный белый волк с черной полосоль вдоль позвоночного хребта. Европейские поселенцы рассматривали волка как убийцу рогатого скота, поэтому они начали кампанию истребления волков с целью полностью уничтожить популяцию волка на острове. В 1911 году последний дикий волк был застрелен, хотя официальное исчезновение датируется 1930 годом. Эфиопский волк До недавнего времени считалось, что эфиопский волк тесно связан с лисами, так как очень сильно их напоминает, а не с родом волки. Эфиопский волк не только единственный представитель своего семейства, обитающий в Африке, но и самый редкий вид, занесенный в Красную книгу. По некоторым оценкам, общая численность вида составляет примерно 600 особей. По форме тела и размеру красный шакал очень похож на койота или лису. Имеет длинные ноги и длинную заостренную морду. Самец весит от 16 до 19 килограмм, что на 20% больше, чем вес самок. Длина тела может составлять от 84 до 102 сантиметров. Длина хвоста от 27 до 40. Как следует из названия, этот волк является эндемиком для эфиопских гор, расположенных на высоте от 3000 до 4377 метров над уровнем моря. Несмотря на то, эфиопский волк, прежде всего, одиночный охотник на грызунов, живет в стаях, которые имеют свою территорию. Все взрослые особи рано утром и вечером обходят и метят свою территорию. Вместе спят, свернувшись калачиком под открытым небом и помогают в воспитании детенышей альфа-самки. Макензинский волк Макензинский равнинный волк считается самым большим подвидом волка. В холке он достигает не меньше 90 сантиметров, может весить больше 60 килограмм. Благодаря эволюции волк обрел современный облик. Его сильные лапы могут пробегать много километров и развивать высокую скорость. Макензинский равнинный волк обитает в западной части Северной Америки, Аляска, западная и центральная часть Канады, север США от запада до великих озер. Волки питаются крупными животными и млекопитающими. На крупную добычу они выходят всей стаей. Охотятся на лосей, бизонов, различных видов оленей, зубров и овцебыков. Что касается территории России, то здесь встречаются волки шести подвидов. Тундровый волк, Среднерусский лесной волк, Сибирский лесной волк, Степной волк, Кавказский волк, Монгольский волк. Чтобы выжить в суровое время года, защитить территорию от врагов, Волки создают стаи, в которых каждой особи отведена определенная роль. За нарушение закона стаи волк может заплатить жизнью. Волчья стая имеет семь рангов. Это прекрасно организованное общество, Где каждый понимает свои права и обязанности. Управление происходит без силовых приемов. Все четко организовано, Роли распределены, Никто никого не удерживает. Но почему-то все выбирают совместное существование. Выделение социальных рангов в стае Слабо связано с полом и старшинством по возрасту. Эти факторы, как и физическая сила, Лишь обеспечивают выполнение полезных функций, Не более того. И иерархия волчьей стаи выглядит следующим образом. Вожак, высший социальный ранг, Предполагает ответственность за всю стаю. Вожак решает вопросы места обитания, Охоты, защиты, Всех организовывает, Устанавливает ранги в стае. Своим преимущественным правом на пищу Вожак пользуется по собственному усмотрению. Например, отдает свою долю щенкам, Если еды недостаточно. В его задачи входит забота обо всех, А щенки – будущее стаи. Если голодающий вожак окажется Не в состоянии руководить стаей, В опасности окажутся все. Поэтому его преимущественное право На пищу не оспаривается. Сам бы отдал последний кусок, Только бы чувствовать себя защищенным. Интересно, что вожак лишен права на защиту, Ведь в моменты опасности Только он принимает ответственные решения. Остальные члены стаи выполняют его распоряжение. Воин Этот ранг могут занимать особи любого пола. Если это волчица, То она не должна быть занята воспитанием потомства. Воины – это команда вожака, Обеспечивающая безопасность и пропитание стаи. В случае нападения на защиту Встают только воины. У остальных членов стаи другие задачи. Старший воин Организовывает охоту и охрану. Претендент на роль вожака В случае его гибели Или невозможности руководить стаей. Мать Взрослая волчица, Которая имеет опыт воспитания волчат. Обязанности матери Она может выполнять Как по отношению к своим детенышам, Так и по отношению к детям Менее опытных матерей. Рождение детей Не переводит автоматически волчицу В ранг матери. Как и для любого другого ранга, Здесь требуется определенное психофизическое развитие. Способность принимать решения, Необходимые для жизни. В задачи матери входит Выращивание и воспитание потомства. В случае нападения на стаю Именно матери Уводят всех слабых в безопасное место, В то время как воины держат оборону. Старшая мать При необходимости Может занять ранг вожака. Со старшим воином Никогда не конкурирует. Освободившийся ранг Занимает наиболее достойный, Способный управлять стаей. Никаких поединков для выявления Более сильного не происходит. В период вскармливания И выращивания детей Все матери стаи Находятся под особой защитой И опекой. Один раз в год Стая разбивается на семьи, Чтобы произвести на свет И вырастить потомство. К размножению Допущены не все. Основное условие Понимать свое место И роль в большой семье стая. Поэтому те, кто не имеет пары, Живет в маленькой волчьей семье Третьим, Помогая охотиться И воспитывать волчат. Пары волков На всю жизнь. Если один из партнеров умирает, Новая пара не создается. Опекун Несет ответственность За воспитание волчат. Выделяется два подранга Пестун и дядя. Пестун Молодые волчицы или волки, Не претендующие на ранг воина. Подросший молодняк Предыдущего помета. Они находятся в подчинении матерей И выполняют их распоряжение, Получая навыки воспитания И обучение подрастающих волчат. Это их первые обязанности в стае. Дядя Это взрослый кобель, Не имеющий собственной семьи И помогающий выращивать волчат. Сигнальщик Оповещение стаи об опасностях. Решение принимают более ответственные члены стаи. Щенок Это шестой ранг. Никакой ответственности, Кроме послушания старших, Но дает преимущественное право на питание и защиту. Инвалид Неувеченная, а просто старая особь, Имеет право на питание и защиту. Волки заботятся о своих стариках. На этом все. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео на моем канале. А завтра выйдет новое. Не пропустите. Пока.